А теперь подробнее об этих и других новостях. В округе завершают благоустройство парка имени Лапса. Владимир Ружицкий проверил качество проведённых работ и пообщался с жителями. Несколько лет назад парк имени Лапса, который находится рядом с платформой Томилина, на портале Добродел одержал победу в народном голосовании по благоустройству мест семейного отдыха. Концепция его развития разработана и утверждена экспертным советом при Министерстве благоустройства Московской области. К основным работам здесь приступили в прошлом году. О, ну это, конечно, небо и земля. Хорошо очень. А какие пожелания есть? Ну да, вот эту площадку большую облагородить. Там или футбольное поле сделать для детей. Ну, я не знаю, что-то такое. А ещё лучше, знаете, тренажёры. Преображением парка занимается объединённый комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы. В настоящее время здесь работают более 30 человек. Мы благоустроили дорожки из плитки порядка 200-25 тысяч квадратных метров. Сделали дорожки, тропиночную сеть из гранитного отсева. Сделали детские площадки, спортивную площадку. Установили теннисный стол. Вдоль пешеходных дорожек сделали освещение. Установили лавочки и урны. Недалеко от главного входа оборудован туалет. Центр парка украсил детский верёвочный городок. Было очень много обращений жителей. И нас критиковали, что мы не приступаем к благоустройству данного парка. Но всё-таки мы в прошлом году провели целый ряд работ. Ну, в первую очередь, мы советовались с жителями. Мы обсудили саму концепцию, подходы. Остались последние штрихи. В парке площадью 4 гектара проведут компенсационное озеленение и посеют газонную траву. Автомобильную дорогу, которая находится рядом, уже отремонтировали. В округе 13 рекреационных зон. В их числе 6 парков. Благоустройство одного из них, Томилинского парка, имени Героя Советского Союза, лётчика-бомбардировщика Анатолия Лапса, завершится в ближайшее время. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.